Мозаика Мозаики 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 герои труда – космонавты, шахтеры, столевары, монтажники, высотники, доярки на пути к светлому будущему. В советское время на этот вид искусства не жалели средств. Даже небольшие автобусные остановки украшали красочными мозаичными полотнами. Кать, в арсенале современного художника какие техники есть и с какими ты, как правило, работаешь? Вот у тебя здесь очень много работ представлено. Какие самые такие яркие? Сейчас мастера мозаичисты используют очень много разных материалов. Начиная от классических, такие как камень, смальта, стекло, до таких как пробки пластиковые, крышечки от бутылочек, дерева различных пород различного цвета. Это могут быть железные какие-то детали. То есть любое, любые материалы, которые есть под рукой, при желании могут быть материалом для творчества у мозаичиста. Главное, чтобы в его голове был план, как сделать красивое что-то, какую-то картину, панно, инсталляцию. По поводу классических, самых классических, просто исторических моментов. Раньше древние шумеры украшали свои жилища вот такими вот колышками. Колышки глиняные, обожженные из разных сортов глины. Бывает белая, голубая, коричневая, серая. Вот у нас в Чувашии, например, очень много серой глины. При обжиге она становится чуть-чуть светлее, чем вот эта. Но при желании можно даже у нас сделать вот такую историческую штучку. Это то же самое, но чуть-чуть позже, когда уже это было все-таки больше укрепление жилища, чтобы оно не разрушалось, но при этом это красиво. То вот это, это уже украшение жилища. Тоже разноцветные кружочки, которые клались на глиняные основания. Это древние шумеры. После этого мозаика начала трансформироваться. И это в основном Италия. Там больше Крит, Греция, Италия. Там больше было подхвачено, потому что там к этому было больше материалов. Потому что следующий этап это была мозаика из гальки. Галька беленькая, черненькая, рыженькая. Из нее начали складывать напольное покрытие. Это вот садовые дорожки, которые в дворцах были. Они все сделаны были из гальки. Следующий этап это была римская мозаика, как таковая, которая была сделана из натуральных камней. Научились обрабатывать, научились крошить камень, как нужно. Мраморы, граниты, травертины. Вся римская мозаика, которая сейчас делается художниками, она делается по принципам, которые были придуманы именно тогда. Любые панно. Конечно, камень, он немножечко проигрывает стеклу в цвете, но он просто на ощупь очень приятный. Ну и, наверное, ближе к современности люди пришли к тому, что можно выкладывать, украшать свое жилище из керамической плитки. Вот я сделала маленький эскиз плитки ручной работы. На что похоже? Маленькие пельмешки. Да, это именно та форма, советская форма. Я взяла глину, прокатала, потом покрыла ее глазурями. И получилась такая интересная штука. В принципе, сейчас это очень модно. Камины с плиткой ручной работы. В принципе, плитка это та же самая мозаика, только более крупная, большая. Сегодня мы будем работать не с плиткой, не с камнем. Мы будем работать со стеклянной плиткой. Самые древние мозаики относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Археологами были найдены орнаменты из разноцветных глиняных кружочков в храмах двуречья. В античные времена мозаика была распространена повсеместно. Это был самый доступный и долговечный способ отделки полов и стен, дорожек и фасадов. Они выполнялись из необработанной речной и морской гальки. Постепенно рисунок совершенствуется. Швы между обработанными камешками становятся меньше, а поверхность мозаики шлифуется. Мозаика приобретает привычный для нас вид. В России искусство мозаики появилось с принятием христианства, но широкого распространения не получило из-за недостатка материалов. Искусством мозаики и производством смальты занимался Михаил Ломоносов. Широко известна его работа «Полтавская битва». В 20 веке техника мозаики уже используется довольно часто. Станции московского метрополитена украшены мозаиками, выполненными в римской и флорентийской технике. Займемся украшением, декорированием подноса. Поднос у нас из самого обычного магазина. Плиточка у нас из интернет-магазина. Можно найти любых цветов, граммов по 100. Тут у нас 9 цветов. Для того, чтобы нам сделать такой подносик, нам потребуется плитка. Но вот если брать помногу, то это в любом мозаичном магазине. Даже в чебоксарах такие есть. Это вот такие вот полотна, на которых прикреплена клеем ПВА вот такие маленькие кусочки мозаики. Их можно аккуратно отклеивать и использовать. Дальше нам потребуется скотч малярный. Мастихин, чтобы наносить раствор. Сам раствор. Кусачки. Если вдруг у нас будут проблемы и не будут вставать мозаинки, мы их будем подкусывать. Вот такая вот бумага, разлинованная на сантиметры. И вот такой вот оракал. Оракал у нас непростой. Оракал у нас прозрачный. Для того, чтобы мы могли видеть, что мы будем делать. Ну, мы, наверное, приступим. Теперь у нас есть липкая поверхность и есть сложенная в поднос мозаика для того, чтобы видеть, как это будет. Это эскиз. Теперь каждый из нас берет мозаинку, не разбивая желательно рисунка, и лицом складываем сюда. Довольно кропотливый процесс. Вот сколько на такую работу времени уходит? На такой поднос, мне кажется, больше времени уходит на создание самого эскиза, чтобы это выглядело классно, красиво. А идея, кстати, очень интересная у меня эта идея появилась с этим подносом. Я пришла к своей подруге в мастерскую, она занимается керамикой, и у нее лежит на столе такая вот коричневенькая, не знаю, кошка мексиканская. Я увидела, она говорит, Оля, какая классная. Она говорит, слушай, возьми, возьми, потому что я не знаю, что с ней делать, она мне ничего не нужна. Я говорю, Оля, я возьму. И именно в этот момент, когда я увидела эту кошку, я поняла, что это поднос, конечно же. Кошка явно на своем месте, и ты, Катя, я считаю, на своем месте, потому что ты настолько увлечена этой мозаикой. Только любовь может привести, наверное, к таким масштабным работам. Вот скажи, как ты к этому пришла и как вообще увлеклась? По первому образованию я у нас дизайнер интерьеров, там было 5 лет живописи, 5 лет графики, очень мне нравилось. Вот, а потом прошло много лет, я работаю, и человеку свойственно, наверное, чем-то заниматься, да, таким для души. Я пыталась вышивать, я пыталась лепить, не получилось у меня ни с вышивкой, ни с лепкой особенно. И в этот момент я купила себе набор для алмазной мозаики. Это, конечно, уже мои более поздние работы. Это собирала я по своей схеме, с подбором цветов тоже мой. Вот, и я настолько увлеклась, что стала собирать огромные картины, иконы большие, панно, огромный синий дракон. Он, конечно, очень хорош. После этого я поняла, что мозаика мне нравится во всех видах. Что я хочу попробовать и каменную мозаику, и стеклянную, и смальтовую. Дайте мне все, я сейчас попробую. Потихоньку, полегоньку. Ну, купила каменную мозаику, попробовала. Из всех, конечно, она мне нравится больше всего. Это вот как основа. Это самое интересное. Она обладает фактурой камня. Каждый камешек, он разный. По цвету они, конечно, не богатая палитра, но при этом даже этой не богатой палитрой можно сделать вот очень красивые вещи. Как правило, творческие люди говорят, что их увлекает занятие, когда они входят в транс. Вот ты когда, допустим, мозаику собираешь, ты тоже в каком-то трансе находишься, и мысли где-то, я не знаю, в другом мире. Да, это на самом деле так. Начинаешь думать, причем без эмоций, просто анализировать, что-то придумывать. Это какое-то, да, состояние транса, наверное. Оно очень расслабляет после работы основной. Это можно считать индикатором того, твое это или нет. Если вот это состояние испытываешь, то, наверное, это то дело, которому можно посвятить, ну, может быть, не всю жизнь, но большую часть, наверное. Я думаю, да. В 20-х годах археологи обнаружили остатки масштабной структуры, перистиль Константинопольского дворца византийских императоров, а также части колонн Коринского ордера. Однако основное внимание археологов привлекли отлично сохранившиеся мозаики, служившие украшением величественного дворца и портика в крытой галерее. Общая площадь обнаруженных мозаик составила 2000 квадратных метров. Это находка и регла в основу Стамбульского музея мозаик. Катя, есть мастера, на чьи работы ты равняешься, и они для тебя являются примером? Да, есть. Один из них живет в Подмосковье, это Александр Ковнаухов. Его мозаика, она не такая, как вот, как у всех, наверное, да, она у него такая с душой, она совершенно необыкновенная. Он, вот иногда кажется, что некоторые люди выходят за грани возможного, вот он из таких людей. Он человек советской эпохи, но он и сейчас творит, и делает совершенно уникальные вещи. Кстати, он автор мозаики, которая была в ДК Элары. Не знаю, сейчас он сохранился или нет, но он творил у нас в Человек-Сарах тоже. Вот, но в основном сейчас я черпаю, ну, не вдохновение, наверное, но посмотреть, вдохновиться. Это работа итальянских мастеров. То, что они творят, это очень здорово. В Италии я заболела в прошлом году, когда мы там были в отпуске. На три недели мы уехали с мужем. И вот эти три недели я фотографировала, захлёб фотографировала все, что видела. По приезду оказалось, что мозаик было сфотографировано, ну, процентов 80 на фотоаппарате. Ну, какие-то техники ты оттуда увезла, подчеркнула, какие-то новые знания? Новые знания? Ну, наверное, не совсем по мозаике, да, Таня? А в том, что итальянцы очень нежно, очень бережно относятся к тому, что они вообще создают. И очень бережно в отношении своей старины, культуры. Я, например, видела такой момент, как они реставрируют свою брусчатку. Вот она у нас сделана уже сейчас, а у них она древняя. И они вот выковыривают камешек, кладут его, второй кладут рядом, чистят это место, зачищают, затирают, камушки чистят эти со всех сторон, и потом заново кладут ее туда же. Видимо, она очень хорошего качества, да? Она, это натуральные камни, мощеные, мостовые, я так понимаю, это на века и так далее. Не только им, но и их детям, и их внукам, поэтому они очень бережно относятся к этому. Все реставрируют. А сама ты к какой работе стремишься? Есть вот, например, пример? Для начала, наверное, все-таки я сделаю стену своей мастерской полностью, вот из такой вот мелкой вот мозаики. Я уже начала эту работу. А в дальнейшем хотелось бы попробовать сделать какое-то огромное панно, я не знаю, фонтаны около Шупашкара. Там уже все решено. Или какой-то огромный бассейн, потому что можно придумать такие замечательные вообще эскизы, чтобы воплотить их в жизнь с теми же самыми чувашскими орнаментами. Это будет очень красиво. Но это время. Когда-нибудь я этим займусь обязательно. Катя, как считаешь, вот если, допустим, это воплотится в реальности, твоя мозаика будет где-то в городе радовать людей через 50-100 лет? Можно ли на нее будет посмотреть? 50 лет точно. Это точно. Большие смальтовые мозаики советских времен уже стоят 50 лет, и ничего им не будет. Единственное, что камушки откалываются, мозаики выпадают. Существуют еще вандалы, конечно же. Но если реставрировать их, то они будут жить долго очень. Будут радовать всех своим цветом и композицией еще лет 50 точно. Просто дело в уходе. То есть твоя мозаика не менее долговечна, чем у советских мастер. Конечно. Это камень и стекло, и это именно то, из чего раньше собирали все. Ну что, Таня, у нас с тобой осталась финальная часть работы. Мы берем нашу вишенку для нашего с тобой подносика и кладем лицом вниз. Потому что сейчас мы выкладываем все лицом вниз. Наклейку основы у нас прикрепляется лицом. Ух ты! Здорово! Теперь мы будем замешивать цемент и укладывать нашу мозаику под нос. Ну, в принципе, Таня, наша работа закончена. Осталось только дождаться, когда она высохнет. Потом развести затирочку и затереть швы. И подносик с мексиканской кошкой готов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...